здравствуйте ребята вот ну тихоньку мы подбираемся к жилобжекту вот значит жилобжект у нас на горизонте но в первую очередь я вам говорил что это по сути просто инструментарий для создания и управления объектами да вот и в этом инструментарии есть некоторые свои правила правила и факты вот то есть ну давайте по ним быстро пробежимся я о них вам говорил уже да но нужно напомнить для полноты картины вот первое значит все объекты это структуры все объекты это структуры уже в принципе не секрет для вас да то что все объекты в жилобжекте это структуры поэтому объект ну структуру которая описывает объект мы будем называть структуры объекта вот с каждым объектом связано еще одна структура структура класса о классе мы немножко попозже поговорим вот но имейте ввиду да я уже говорил об этом что вот нас имеется кучка объектов до одного класса вот и все эти объекты они связаны со своим классом всегда можно получить указатель на этот класс вот которым связаны все эти объекты вот все нету полиморфизма да поэтому мы должны придерживаться так значит первое все объекты то структуры с каждым объектом связана еще одна структура да то есть каждый объект легко может найти эту структуру это его класс вот класс существует в единственном экземпляре для объекта и любой объект может всегда ну обратиться к своему классу в любой момент мы должны придерживаться также установленные системы имен вот а именно теперь у нас с вами пусть у нас с вами name space да namespace 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 space это у нас краткое уникальное название проекта 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 или библиотеки если вы пишете библиотеку вот скобочка это называется пространство имен имен вот пусть у нас теперь namespace это краткое уникальное название проекта да или краткое уникальное название библиотеки или иными словами это у нас пускай будет сами пространство имен вот например у нас сами это пространство имен Петри да вот вот в GLEEP это G например вот то есть такие вот соответственно object name имя объекта вот 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 соответственно полностью space то есть это у нас с вами название структуры, которая у нас будет представлять собой объект. То есть объект мы называем не коротким именем, ObjectName, Windows или так далее. Объекты в G-Object должны начинаться с namespace и заканчиваться, собственно говоря, своим собственным именем, вот. То есть все объекты начинаются с namespace. Вот. Классы Классы называются также, только в конце добавляется слово «класс». Space, Object, Name, Play. Класс. Вот. Вот. То есть... То есть так у нас с вами формируется название класса. Вот. Название методов. То есть вот это у нас все, две вот эти вот вещи, да, два вот этих вот именования называются верблюжьей нотацией, да. То есть название типов объекта и... Ну, то есть именование структуры, да, под которым мы сами создаем объект. И название класса, они записываются в верблюжьей нотации. Всегда первым идет пространство имен, потом идет, собственно, название самого объекта. Если это структура объекта, то на этом все заканчивается. Если это структура класса, то еще добавляется ключевое слово «класс». Ну, название еще дополнительно расширяется. Вот. Методы. Методы тоже начинаются с namespace. Потом идет название объекта, к которому относится метод. И, собственно говоря, метод name. То есть название метода. Также GTK, точнее, G-Object создаст... Инструментарий G-Object создаст для нас специальные макросы. Вот. Мы их с вами рассмотрим. Все макросы... Ну, вот, например, пример такого макроса. Они все пишутся капсом. Name. Вот. Или, например, макрос. Name. Space. Спейс. Object. Name. Вот. Мы с вами разберем, что они делают вот такие макросы. Вот. Или, например. Например. Name. Space. Is. Object. Name. Вот. То есть... Вот такие правила именования. То есть макросы у нас, которые создаются автоматически. Они есть практически для всех объектов. Они имеют вот такое название. Но они делают одно и то же. Вот. Можно легко выучить, что они делают. А название формируется однотипно. Вот. Потому что мы должны поддерживать. И все разработчики на G-Object, они поддерживают этот концепт. Вот. То есть придерживаются установленной системы имен. Прошу прощения. Четвертое. Каждый объект в новом файле. Если вы создаете очень много объектов, вы должны каждый объект создавать в отдельном файле. Вы должны создавать для него заголовочный файл и C-файл. Уже по прошлому видео наверняка понимаете. Для чего? Для обеспечения инкапсуляции. Вот. Соответственно, отсюда мы с вами получаем, что... Члены структуры объекта инкапсулированы. В скобочках поля объекта приватны по умолчанию. Это сделано, во-первых, с целью безопасности, чтобы никто не мог порушить объект. Вот. Поэтому свое состояние объект хранит всегда в приватности. Вот. То есть прямого доступа к ним нет. Мы уже сами по прошлому видео, да, где мы разбирали капсуляцию, мы с вами видели, как это происходит. Вот. Ну, пока, собственно говоря, на этом факты все. Я больше, наверное, и не помню, да. Но, по ходу, вспомним. Я вам скажу. Вот. Перейдем, собственно говоря, к созданию и по ходу будем разбирать, что к чему. Мы попробуем сделать объект, олицетворяющий собой кота, потому что обычно, когда открываешь какой-нибудь учебник по объектно-ориентированному программированию, там всегда начинает мучить бедных животных. Вот. Ну, и мы тоже попробуем. То есть мы сделаем просто объект, который мяукает, будет выводить на консоль мяу. Вот. И попутно разберем, что к чему. Ну, собственно говоря, переходим к коду. Вот. Создаем сначала заголовочный файл, да, для объекта. Потому что каждый объект описывается в отдельном файле. Вот. Я выберу namespace my. Вот. Cat. H. Это защита от повторного включения. Здесь пока ничего нового нет. Вот. Сохраним. А, ну да, кстати, имена для файлов тоже старайтесь подбирать в соответствии с тем, какой объект в них описывается. Вот. Можно писать, например, вот так, mycat.h, да. Можно писать вот так. Вот. Ну, я обычно пишу вот так. И если вы выбрали один стиль именования файлов, оставьте его один. Не надо в перемешку разные стили. Вот. Вот. Ну и подключаем. Джилип. Обжект.h. Вот. А, джилип.h, он включен в джилип.object. Вот. По идее можно не включать, да, если какие-то функции нужны, там, стоять. Сроки и так далее. Вот. Потому что джилип входит в джилип.object. Но на всякий случай в некоторых ситуациях приходится подключать. Но мы пока не будем подключать. Я думаю, и так уже это дело пофиксили. Вот. Теперь мы с вами все объявления будем располагать внутри вот таких вот двух макросов. jbegin decals и jend decals. На самом деле это макросы из библиотеки джилип. Вот. Мы их сами просто не использовали. А зачем они нужны? Они нужны для того, если вы вдруг захотите использовать ваш объект, там, ваш код, да, на gtk, захотите использовать в си. В плюсах. Вот. И там, на самом деле, специальная конструкция разворачивается, да, которая делает код на си, как это сказать-то, код на си валидным для си плюс плюс. Потому что все-таки между си плюс плюс и си отсутствует некоторая совместимость. И вот такие вот макросы, да, там. Вы могли эту конструкцию напрямую написать, но там это надо три строчки еще писать, и тут надо еще три строчки писать. Этим не хочется заниматься. Поэтому, если вы, конечно, не собираетесь никогда использовать ваш код в плюсах, да, то можете не писать их. Вот. Но я вам советую писать их всегда, потому что мало ли чего. А вдруг, да. Аж файл объекта с объявлением объекта... Сейчас, секунду, посмотрю, записывается ли звук. Да, пишется звук. Аж файл объекта обычно всегда начинается с объявления макроса. TypeCat MyCat GetType Если вы помните, как работает Define, да, он теперь везде на место MyTypeCat будет подставлять вот эту конструкцию, да. А это есть не что иное, как вызов функции. А что это за функция, да? Причем она не из G-Lib, не из G-Object, да. Она явно от нас, но мы ее не пишем. Ее за нас создаст инструментарий G-Object. Она нужна для... Дело в том, что в G-TK, в G-Lib есть своя еще система типов. Поверх стандартной системы типов C. То есть это я сейчас говорю не об G-Double, там, да. Я говорю сейчас о более сложных типах, такие как объекты. Эта система типов называется G-Type. Без этой системы типов невозможно было бы полноценно реализовать вот это вот объектное ориентированное симулирование. Да, плюс G-Type обеспечивает межязыковую кроссплатформенность. То есть написанные объекты в G-DK, да, один раз будут работать на всех языках, на которых есть G-DK. Вот. Поэтому вы можете спокойно там написать либо на C, да, библиотеку на C и распространять ее под все языки, которые только есть. Это благодаря системе типов G-Type. Вот. Но мы так глубоко не опускались, поэтому мы часто всего, чаще всего принимали это как данность. Вот. Так вот, G-Type это, грубо говоря, возвращает тип. Вот. Он работает как size of C, да, только для системов типа G-Type. Вот. Вот. То есть все эти объекты, они реализуются поверх вот этой вот системы типов G-Type. Вот. Нам никогда не понадобится обращаться к G-Type, но если вы хотите, вы можете почитать самостоятельно про это. Вот. Еще раз напомню, вот так это пишется G-Type. Вот. Там даже есть, по-моему, статейка на русском. Какая-то работа. Ну вот, в общем-то, значит, все начинается вот с этого макроса. Обязательно идет, как видите в этом названии макроса, внимательнее, да, namespace type object name. Type между namespace и object name. Вот. Это, так скажем, для людей, которые захотят там, допустим, покопаться в вашем коде, они всегда будут знать, что такое MyTypeCode. Ну и GTK, G-Lip использует вот этот вот макрос еще и в своих целях. Вот. На самом деле вот этот макрос, он намного короче, чем вызов вот этой функции. Поэтому, в общем-то говоря, для сокращения это было введено. Ну и мы один раз используем этот макрос. Вот. А дальше идет самый главный инструмент, G-Object, с которого, собственно говоря, и начинается весь объект. Их, на самом деле, три штуки этих инструментов. Первый инструмент. G-Edquire. Финал. Финал. Тайп. Потом. G-Edquire. Г-Edquire. Г-Edquire. Зависим. Г-Edquire. И третий G-Edquire. Г-Edquire. 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 Интерфейс. По-моему, декларио интерфейс. три основных макроса в зависимости от того, что вы собираетесь создавать, какой объект. GDeclaryFinalType это вы собираетесь создавать объект, от которого вы не будете наследоваться больше никогда, так называемый финальный тип, финальный объект. Финальный объект, то есть наследоваться от него нельзя больше. Мы в видео про наследование поймем, почему от него больше нельзя наследоваться. Второй, соответственно, макрос объявляет объект, от которого можно наследоваться. А третий объявляет интерфейс. Про интерфейс мы тоже потом поговорим. Мы, соответственно, сейчас будем пока работать вот с этим типом главного макроса. То есть это макрос, который нам предоставила библиотека GObject. И она позволяет объявить тип. В данном случае GDeclaryFinalType объявляет тип, от которого нельзя наследоваться. То есть так называемый финальный тип завершенный. То есть в нем нечего улучшать, он не предоставляет никаких функций для перегрузки. То есть мы об этом и по всем будем говорить в следующем видео. Пока остановимся на финальном типе. GDeclaryFinalType первым параметром принимает имя объекта MyCat. Помним, да, что имя это namespace и название объекта. Вот. Потом дальше вот такой змейкой MyCat. Потом вот так капсом. Сначала идет namespace. Потом капсом. Название объекта. И потом объект, от которого мы наследуемся. Ну, пока оставим GObject. Потому что все объекты новые, да, которые ни от кого не зависят, они все наследуются от GObject. Вот. Сразу немножко забегу вперед. Вот. Структура класса нужна для наследования. Вот. Так как мы с вами создали финальный тип, да, то от него нельзя наследоваться. Следовательно, мы не можем редактировать его класс. Вот. В следующем видео расскажу почему. Вот. Зачем нужен вообще структуру класса, да, и почему мы не можем ее задавать в финальном типе. Вот. Ее за нас задаст GDeclaryFinalType. Он ее за нас создаст. Но нам, нам придется описать структуру объекта. Вот. Придется описать структуру объекта. И она описывается теперь в C файле уже. То есть на этом все. Для финальных типов тут остались теперь только методы разместить. Простите. Осталось только методы теперь разместить. Вот. Поэтому давайте создадим C файл. Вот. И начнем описывать структуру объекта. Подключим наш заголовочный файл с объявлением объекта. Так. MyCat.sim Вот. И первым делом в этом файле идет структура объекта. Она... Смотрите. GDeclaryFinalType, он за нас должен создать тик MyCat вместо нас. Вот. То есть TypeDef нам писать не надо. Но в первых самых версиях, да, четвертой версии библиотеки GTK, там был какой-то баг. Я не знаю, сейчас поправили его или нет. Вот. Но если у вас... Если у нас с вами сейчас вылетит ошибка, значит баг еще до сих пор не поправили. Эта ошибка исправляется... То есть если он будет ругаться на MyCat, да, или там на что-то еще. Вот. На тип MyCat будет ругаться компилятор, то значит просто вам нужно добавить TypeDef Struct MyCat MyCat. Это означает, что просто в GDeclaryFinalType у вас старые версии. Вот. В новой версии они вроде это пофиксили. Поэтому это не нужно уже писать. Вот. Продолжаем. Вот. Соответственно, тип MyCat создается. Вот. А структура, соответственно, с нижним подчеркиванием. MyCat Вот. Это структура объекта. Как вы уже поняли, да, она находится в C-файле. Значит, теперь поля, то есть переменные, которые мы в ней объявим, во внешнем коде не будут доступны. Да? Вот. Первым членом в структуре объекта должен быть объект родитель. У нас родитель GObject, поэтому GObject пара. Когда мы будем разбирать механизм наследования, я расскажу поподробнее, почему он должен идти всегда первым. Вот. И давайте создадим переменную. Например, счетчик MyCat. Вот. То есть, получается, переменная MyCat не будет доступна за пределами этого C-файла, потому что только внутри этого C-файла раскрывается вся структура нижней подчеркивания. То есть, обратите внимание, нижнее подчеркивание. То есть, тут мы пишем без нижнего подчеркивания, а тут нижнее подчеркивание добавляется. Потому что GDeclareFinalType используется такую конструкцию. MyCat. MyCat. Вот. То есть, вот тут нижнее подчеркивание добавляется. Обратите на это внимание. Вот. И предпоследним штрихом нужно объявить. GDefineType. MyCat. 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 И вот этот. То есть, у GObject тоже есть такой макрос. Он выглядит вот так. И этот макрос передается третьим параметром в GDefineType. Что делает GDefineType? Что там такое? Стоит. Сейчас проедут. Секунду. Вот. Ладно. Пока привомся. Так, машина уехала, можем продолжать Значит, мы остановились Предпоследним шагом это G-Defined Type Значит, первым параметром этот макрос Это тоже макрос, тоже из инструментария G-Object Первым параметром он принимает название объекта Вторым параметром он принимает название объекта И третьим параметром он принимает G-Type объекта От которого мы наследуемся Вот вам для сравнения вот несколько таких вот сводных строчек То есть namespace type object name Потом, значит, тут мы написали G-Type object И my-Type-Cat Вот То есть видите, как похоже, type всегда посередине И тут как раз-таки есть тот самый макрос И у G-Object он тоже объявлен И он, соответственно, вызывает функцию G-Object Get Type Которая возвращает в специальный объект Специальную структуру системы типа G-Type Которая идентифицирует В данном случае идентифицирует родителя То есть G-Object Поэтому третьим параметром G-Type object мы пишем А не G-Object Потому что третьим параметром принимается структура G-Type Вот Значит Структуру класса Ой, структуру объекта заполнили Объект у нас финальный Поэтому класс нам заполнять не нужно Потому что мы не собираемся наследоваться Вот И нам осталось еще написать два инициализатора Чтобы завершить все приготовления Чтобы выполнить все требования библиотеки G-Object Статик MyCatInit Статик Водит Эта функция принимает Указатель на экземпляр нашего объекта Вот Вот И статик Водит MyCat Класс MyCatInit 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 Принимает указатель на экземпляр класса Это два инициализатора Первый инициализатор И вызывается каждый раз Когда создается объект Наш Но это инициализатор Это не конструктор То есть его задача просто проинициализировать Какие-то переменные Что-то проделать А полноконтекстный конструктор Который мы, наверное, привыкли все Мы рассмотрим чуть попозже То есть здесь заполняются все значения Которые конструктором не могут быть заполнены Но в данном случае у нас конструктора пока нету Вот Ну точнее мы не используем механизм конструктора Поэтому мы проинициализируем переменную здесь Для чего мы просто напишем Self NewCounter То есть видите, через указатель передается Поэтому здесь стрелочка NewCounter Равно нулю То есть код у нас пока не мяукал Второй инициализатор Это для экземпляра класса Класс Структура класса создается один раз Вот Поэтому этот метод будет вызван один раз Вот Ну давайте Для исследования Выведем Да Котик создан Так Вот Этот инициализатор нужен для того, чтобы произвести какие-то действия над классом Хоть нам и не дают редактировать класс, но он создается независимо от нас Потому что с каждым объектом всегда связана структура класса С любым Даже с финальным Просто В случае финального объекта Мы ничего не можем добавлять в структуру класса Но мы можем, например, перегружать функции Уродить от родительских классов И мы это рассмотрим в следующем видео Вот А пока просто посмотрим, что Этот инициализатор вызывается ровно один раз Всегда Показательный пример Ну да, тут мы добавим В принципе, все Теперь можем непосредственно выполнять то, что мы хотели Написать Вот Значит, еще раз В ваш файле объекта Значит, обязательно Защита от повторного включения Вот Обязательно Include glipt object То есть инструментарий для создания объектов То есть, если мы собрались создать этот объект Обязательно Jbegin decals На случай, если вы И J and decals То есть, все объявления пишем между Jbegin decals И J and decals Это на случай, если вы вдруг захотите использовать этот объект В коде C++ Вот Обязательно Define my То есть, namespace Потом слово type Потом object name И функция Namespace Object name Get type Вот Это обязательно И затем обязательно Макросы для объявления Объекта То есть, макрос Который сделает за нас большую часть работы По объявлению Вот То есть, первым параметром Объект Который мы хотим создать Вторым параметром Ну, имя объекта В змеиной нотации Это нужно для того, чтобы Final type смог сгенерировать функцию Вот Потом Caps Namespace Caps Cat Ну, вы догадались, наверное, для того, чтобы это сгенерировать Макросы Да Вот И Объект, от которого мы наследуемся Если вы ни от кого не наследуетесь Всегда наследуетесь от J-Object Все объекты Наследуются от J-Object Так или иначе Вот Если вы от какого-то конкретного наследуетесь То да Тут вы пишете конкретный объект Вот Затем C-файл Ну, соответственно, включаем H-файл Вот В C-файле Заполняем структуру Обратите обязательно внимание Что тут нижнее подчеркивание Да Тут мы пишем без нижнего подчеркивания А тут обязательно с нижним подчеркиванием В структуре объекта Всегда первым пунктом идет родитель И обратите внимание Звездочек никаких нету Он встраивается Родитель встраивается в структуру Нашего объекта Потом посмотрим, зачем это нужно Потом дальше идут уже ваши переменные Которые вы хотите хранить в объекте Так как объект, структура объекта Описывается в C-файле То она будет доступна только в C-файле Больше нигде не будет доступна Вот Затем обязательно следуем G-define-type Который завершает дело Начатое Declare-final-type В частности G-define-type Создает функцию Вот эту То есть G-declare-final-type Только ее объявляет А mycat-get-type Точнее G-define-type Ее создает еще Вот И обязательно Два инициализатора Вот Инициализатор для объекта Окончается на init Инициализатор для класса объекта Заканчивается на класс init Вот Тут принимает указатель на объект Тут принимает указатель на экземпляр класса Вот Ну и да Обратите внимание Они статические То есть Они видны только внутри этого C-файла Вот Дальше перейдем Непосредственно Делать код Создавать код Вот Ну собственно Напишем Метод Который И будет Бяукать Байкет Селф И давайте Помеучим Да Давайте Меучить G Обратите Метод икс так и это у нас с вами метод, он должен быть доступным для вызова извне вот поэтому мы его делаем открытым то есть видимым не инкапсульмированным просто вставляем его в заголовочный файл и осталось сделать последний метод это обертка над конструктором он нам будет возвращать экземпляр нашего кота будет возвращать объекты мы создаем не g там new да объекты мы создаем не g там new да ни чем-то, либо еще объекты мы создаем при помощи функции GeoObjectNew. GeoObjectNew это функция для создания объектов. Но ее нельзя не рекомендуется использовать напрямую. Она всегда должна быть обернута вот в такие вот функции. MyCodeNew. Это вот как раз таки есть тот самый конструктор. Это функция с переменным числом аргументов. Просто мы сейчас не используем остальные ее аргументы. И поэтому в принципе ничем пока не примечательная функция. Вот так она выглядит в базовом варианте. Она создает объект. Первым параметром принимает GType. А GType это у нас сами макрос, MyTypeCat, который вызывает эту функцию. И ну. Ну это просто конец списка. Потому что там на самом деле может быть много очень аргументов и мы просто в конце передаем ну. как признак конца списка аргументов. Вот. Поэтому GObjectNew это есть тот самый конструктор. Это инициализаторы, а это конструктор. Вот. Мы потом рассмотрим его возможности побольше. И собственно говоря, эта функция возвращает нам экземпляр нашего кота. вот. И ее надо тоже сделать доступной. Для этого мы ее помещаем в заголовочный файл тоже. Вот так вот. Вот. Давайте попробуем. Ну давайте для приличия подключим. GDIP. Вот. Хотя у нас и так уже подключен. FILE MAIN. .7 вот my cat ну и пускай он мяукнет разок да my cat new катанин ну и пусть еще разок my cat 2 так гсс my cat . 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 давайте попробуем так вот catclass created catcreated miofx1 miofx2 то есть он у нас мяукает давайте попробуем теперь вот обратили внимание что тут выявилось одно сообщение catclass created это означает что класс создался один раз давайте попробуем создать еще раз объект да чтобы убедиться в том что класс действительно создается один раз а вот catcreated catcreated PA marc вот то есть вот такие пироги다 мы сами получаются То есть давайте еще раз Каждый объект в отдельном файле В данном случае мы создали котика Который мяукает и считает сколько раз он мяукал Обязательно include glipt object .h Обязательно jbegin-decals jbegin-decals и все объявления внутри них Это на случай, если вы хотите ваш код Потом использовать c Но всегда на случай лучше писать Потому что если забудете вдруг, то потом не поздоровится Обязательно define mytype mytypecat Сокращенный доступ к функции mycatgettype declare final type Объявляет тип, от которого нельзя наследоваться Первым параметром объект, который мы создаем Вторым параметром объект Тут такой змейной нотации Потом в капсом namespace Капсом название объекта Название объекта, от которого мы наследуемся Потом методы, которые будут видны во всех файлах Которые будут подключать этот файл И соответственно 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 в c файле Подключаем наш заголовочный файл Описываем структуру Обязательно первым идет родитель Потом обязательно вызываем gdefine type Первым параметром объект Объект змейной нотации Название объекта И потом gtype объект, от которого мы наследуемся Обязательно два инициализатора Вот Потом значит Собственно говоря реализация метода, который мяукает Вот И Собственно говоря Обертка над Конструктором Объект Вот То есть Отличие пока что От финального типа в том Что мы тут Непосредственно Описываем структуру объекта Да И эта структура объекта Она будет инкапсулирована То есть Прямого доступа Вот к этим полям У нас Не будет Вот В принципе пока на этом все получается Субтитры добавил DimaTorzok